Дмитрий Борисович, доброе утро, рад приветствовать. Доброе утро, тоже вас охотно, с удовольствием приветствую. Дмитрий Борисович, смотрели вчера Владимира Путина совещание, заседание, не знаю, как это надо, совещание? Мне трудно его смотреть психологически, я читал. Понятно, то есть ознакомились, как говорится. Ну, что скажете, потому что разные были прогнозы о том, как Владимир Путин ответит, и непонятно, был ли это ответ вообще. Но это было первое его публичное появление такое, серьезное, после захвата части Курской области Украины. И что скажете, как у вас впечатления от Путина? Ну, во-первых, это традиционный путинский стиль. В кризисе он 2-3 дня не выходит на паблик, как-то внутри себя переваривает ситуацию, а потом уже со сформировавшейся позиции выходит людям и говорит, там, она утонула, если мы говорим про подлодку Курск, или еще что-то в таком стиле. У него уже наработаны какие-то речевые обороты. Так что он выступил примерно так, как обычно. Это значит, что удар был силен. Пункт первый. Пункт второй. То, что он произнес, мне кажется, попыткой осознанной или инстинктивной свалить вину на подчиненных, в том числе на губернаторов. Вот то, как он неласково оборвал исполняющего обязанности губернатора Курской области, когда тот неосторожно сказал, что украинцы взяли под контроль 40 километров ширины, там, 12, наоборот, долготы и широты. Значит, 40 на 12 получается 480. Он сразу сказал, вообще не ваше дело, об этом будут говорить военные. А военные, естественно, не будут говорить в телевизоре. Был понятно, что для него это, во-первых, болезненный вопрос. А, во-вторых, кто-то ответит. Ну, собственно, он сказал, что разбираться будем потом, сейчас надо выдавить. Вот это ощущение необходимости срочно выдавить украинские войска из Курска, это третий важный посыл. Третий важный посыл. Значит, сначала он как бы холодное бешенство, сдержанное. Транслирует на губернаторов, в которых нет, ну, никаких ресурсов на самом деле для того, чтобы оборонять эти территории. Эта задача, все-таки, простите, пожалуйста, Путина, как главнокомандующего, обеспечить безопасность государственных границ, населения, территории, чего угодно. И Путин с этим не справился. Ну, об этом, естественно, никто не говорит, потому что мы же поднялись с колен и, наоборот, несем свет и благо на территорию заблудшей Украины. Так вот, третье, помимо вот этого попытки уйти от ответственности, третье – это темпы. Путину надо заштопать эту дыру быстро, потому что страна переживает когнитивный диссонанс. Предсказуемо. Мы об этом неоднократно говорили, и вы, и я, и кто угодно еще. Потому что как? Ну, мы же сильнее всех. Мы же можем повторить. Мы же такие сякие. Путин нас поднял с колен вопреки и так далее. И тут вдруг Украина раз и пахучей тряпкой, как тетя Клава, агитатора «Единой России», гонят вот этих замечательных путинских бойцов на территории Российской Федерации. Не может быть. Все патриотические паблики заткнулись. Они, правду сказать, не могут, военкоры эти. А больше им, говорит, нечего. Поэтому они там рассказывают про то, как будет нанесен победоносный удар по Израилю, Ирану. Я имею в виду господина Котенка. И так далее. Про то, что происходит реально на поле боя, они нам не говорят. Так вот, 200 тысяч примерно беженцев. Ну, у Украины было беженцев несколько миллионов. Значит, в порядке разница. Но зато эти самые беженцы, российские, как они воспринимают реальность? Им кажется, что что-то случилось неправильно, а сейчас поправят. Сейчас вода вернется от берега, сейчас мы опять поднимемся с колен, атакующие войска куда-то дерутся. И мы вернемся к себе в наши обычные сельские дома, или не сельские, там, где стоит недоинная корова, которая уже неделю недоинная, если она еще жива. Курица там, собака и так далее. Путину важно, чтобы это состоялось вот-вот сейчас. Если этого не состоится, то люди, которые бежали там в домашних шлепанцах с паспортом, или даже без паспорта, начнут спрашивать, а вот, собственно говоря, как жить дальше? Их задача Путина, их, конечно, сейчас стремительно распределить по стране, чтобы не было какого-то единого сплочения этих несчастных беженцев. Поэтому надо как можно быстрее дырку заткнуть. Он, собственно, эту задачу и поставил. Потому что если 2-3 недели, и она будет продолжать гноиться, кровотрущить, то для Путина это будет проблема, с которой чрезвычайно трудно справиться. Потому что рухнет его имидж победоносный, решительный квартовый пацан, крутой пахан, называйте как угодно, отец родной, защитник и так далее. Вдруг оказывается, что это довольно маленький, не самый привлекательный в внешности человечек, и какой-то мальчик с галерки крикнет, что король-то голый. Вопрос, смогут они за 2-3 недели выдавить эти украинские войска? Вот я думаю, что нет. Потому что Путин настолько был уверен в том, что он держит Бога за бороду, что он даже не позаботился сделать серьезные, оборонительные сооружения на своей территории. Он мыслил только экспансией. Он мыслил только атакой. Население там сберечь, поберечь, защитить. Этого даже в голове не было. Вообще для него население – это расходный материал в борьбе за геополитическое влияние, собственное величие. И вот сейчас оказывается, что это самое население, которое с удовольствием по телевизору смотрело, как мы поднимаемся с колен, и как мы победоносно движемся туда-то и туда-то, вдруг получает по своей персональной заднице, на свою персональную задницу, скажем так, совершенно непонятные, неожиданные для них хлопоты. Они жили не то, жили, побеждали, по телевизору смотрели как за хоккеем или за футболом, за этой войной, и вдруг ощущают ровно то же, что два года назад ощущали украинские беженцы. Вы знаете, Дмитрий Борисович, здесь чуть-чуть прерву, простите, ради Бога, но мне кажется, они не просто пассивно, сидели и наслаждались зрелищем, и поддерживали с дивана. Они, вот в обращении жителей говорится, что они всячески поддерживают, во-первых, во-вторых, воюют в Донбассе, там женщина говорит, наши мужья, мы поддерживали и поддерживаем армию, и по-прежнему, вчера были кадры о том, как в Курской области провожали колонны, идущие в Украину, весной 2022 года, но они, мне кажется, в каждом приграничном регионе такие будут. И понятно, что там не всё население Курской области, даже далеко не всё население приграничных регионов, но тем не менее, это то население, которое активно поддерживало, и, может быть, даже продолжает активно поддерживать, даже ещё активнее поддерживает, лишь бы у них всё наладилось. Так это или нет? Так. То есть, я на самом деле никакой мере не думал, что начнётся массовое просветление. Нет. Вот до тех пор, пока по своей личной и персональной заднице ты не получишь, ты будешь думать о том, что Путин молодец, его надо поддерживать, и по этому поводу у меня были длительные, наверное, и у вас были длительные конфликты с теми, кто говорил, что не может быть, чтобы в России большинство поддерживало эту братоубийственную войну. Может, и так оно и есть. Большинство поддерживает. До той поры, пока не получило по разным частям своего организма. Как только они получают по своему персональному организму, так они начинают искать виноватых, предателей. И, собственно, они уже этим начали заниматься. Те же самые военкоры, вместо того, чтобы рассказывать про то, как бегут доблестные кадыровцы и не менее доблестные путинские десантники с территории Курской области, они нам рассказывают про что? Про предательство Лукашенко. Потому что он якобы отвел войска от границ с Украиной, позволил Украине выделить, соответственно, какую-то часть войск. И вот из-за лукашенковского предательства у нас, значит, неприятности в Курской области. Но он вроде бы опять обратно их привел. Это все виртуально. Лукашенко не дурак, он свои войска тратить совершенно не собирается, воевать не будет. Пусть там Владимир Владимирович Путин разбирается лично со своими проблемами. Лукашенко на словах, конечно, его поддержит. Конечно. Но тратить своих солдат ни в коей мере, потому что он знает, что если рухнет Путин, то первое, что он должен сделать, это взять под контроль ядерное оружие на своей территории. То есть, им завладеть. А для этого нужно иметь какие-то там боевые ресурсы. Точно то же самое у Кадырова, кстати. Как только Путин рухнет, Кадыров будет вынужден участвовать в дележе территории, оставшейся после Путина. Для этого ему нужны целенькие, хорошо откормленные за российский счет, собственные силовые структуры. Их совершенно не надо расходовать на войну Путина. На войну Кадыра он готов расходовать. Но это потом. Это потом, пока дедушка еще жив. Так вот, когда вы спрашиваете про население, ну, конечно, и люди собирают деньги, люди собирают там вещи для беженцев, люди считают, что наших обидели, но в голове у них созревает когнитивный диссонанс. А что-то ведь не так. Ведь не должно же быть такого, чтобы на нашей политой кровью отцов и дедов курской земле были там украин-нацисты, бандеровцы, чуть ли не натовцы. Так говоря, к вопросу о том, насколько великая и могучая путинская армия. Это ведь не НАТО с нами воюет. Это воюет Украина. Хотя, да, с натовским оружием. И это не НАТО начало эту войну. Начал войну Владимир Владимирович Путин. И он ее проигрывает. И он ее проиграет. О чем неоднократно его предупреждали. Но люди в это не верят. Им кажется это невозможным и немыслимым. И вот сейчас это происходит на глазах. Значит, 85% были рады, когда им рассказывали про то, что Крым наш. И это исторический факт. И сейчас 80% за Путина. 20% это немало. Это все-таки 20-30 миллионов. Если мы верим социологическим опросам, конечно. Почему не верить-то? Вот то, что мы сейчас наблюдаем, как раз там всякого рода умные люди, которые говорили, что социологические опросы лгут и так далее. А на самом деле русский народ против войны. Русский народ живет с телевизором на плечах. Но мне кажется, ситуация не черно-белая. Вы ее представляете черно-белой. Она не совсем такова. Ну, конечно, не черно-белая. И, конечно, есть 85% виноват. 15% 85 минус 100. Которые против войны. И у нас с вами, как у жителей крупных городов, с специфической сферой общения, проживающих в специфическом информационном пузыре, у нас такое ощущение, что нормальный человек не может поддерживать эту войну. Таки может. Вот это надо выбраться из своего информационного пузыря и посмотреть, как люди живут в других пузырях. В других пузырях они живут так. И социологи, в том числе Левада-центр, иностранный агент, как раз об этом и говорят. Что их пузырь устроен радикально иначе, чем наш с вами. И поэтому мы пытаемся их поведение объяснить исходя из своего пузыря. А они думают, что мы с вами отщепенцы-предатели, живем на кормах Сороса или кого там еще. И поэтому клевещем на любимую родину. И решить эту проблему на уровне разговоров вряд ли можно. А вот на уровне реальных дел, когда, ну, дураки же они, они же понимают, что Путин их бросил. Они не хотят этого понимать. Они от этой мысли бегут. Но раньше или позже они понимают, что одно дело телевизор. Они сейчас негодуют на телевизор. Телевизор тоже предатель. Значит, Лукашенко предатель. Кадыров предатель. Путина они не хотят трогать, потому что, если и Путин предатель, тогда вообще ты гол, как сокол перед холодным ветром истории и беззащитен. Вот, кстати говоря, именно поэтому все эти разговоры, о которых вы несколько минут назад говорили, о том, что гражданство – это контракт, гражданский договор – это такая добровольная позиция. Это свойственно как раз информационному пузырю, в котором проживает квалифицированная часть городского населения. А во всем остальном населении есть начальник, есть вождь, и мы при нем народ, а он о нас должен позаботиться. Он нас должен накормить, защитить, построить дом, если у вас несло наводнение. И вот давно ли мы с вами обсуждали темы про Оренбург? Сейчас оттуда ведь ничего, никаких новостей. Живоднение закончилось. Да, забыли, все, проехали. А дома сами не выросли, это не грибы. И люди там что-то думают про центральную власть, но что они думают, нам сами никто не говорит. То же самое для Путина придется, наверное, делать с Курской областью. Понятно, что люди не вернутся назад к своим коровам в течение недели. И даже трех недель. Значит, придется их как-то разбрасывать по стране, давать им 10 тысяч рублей на то, чтобы они шиковали и безумствовали в своих гастрономических изысках. И так далее. Но ни жилья, ни будущего у них нет. И это у этих людей много родственников, друзей, знакомых. Они будут что-то говорить, они будут каким-то своим глубинным сознанием эту проблему обсуждать. Но я не хочу сказать, что это произойдет быстро, и они поднимутся против Путина и снесут этот правовый режим. Да нет, нет, ни в коей мере. Они изо всех сил будут защищать свою картинку мира, в которой их обманули, их предали, но не Путин. Это НАТО. Это Плющев. Это Орешкин. Это другие там нехорошие люди. Ну, не мы же, но правда. Я во многом бы согласился. Я вчера смотрел какую-то третью или четвертую, я не помню, четвертую, наверное, серию вот этого фильма «Непрошедшее время», в котором про 90-е. Дам Владимир Мау говорит, что все время говорили о какой-то эффективности советской пропаганды. Но эффективность советской пропаганды ничто без эффективности НКВД. Ну, в том смысле, что силовой аппарат, как бы пистолеты, доброе слово, гораздо эффективнее, чем просто доброе слово, как говорил еще один персонаж. Так вот, мне кажется, что, опираясь на опросы всевозможные и как бы искренне выраженные мнения, мы часто забываем, что иное мнение, оно просто тупо наказуемо. И может быть не массово наказуемо, но выборочно точно абсолютно наказуемо. и прямо даже показательно наказуемо. Вот что, мне кажется, еще убери эту составляющую из уравнения. И, мне кажется, мы увидим не то, что 80% не поддерживают войну. Нет. Но что не 15% как бы думают, что вообще как-то ходить, завоевывать соседнее государство – это хорошо. А тут я с вами соглашусь, конечно. Да и вообще, вот это общественное мнение, оно так устроено, что оно приспосабливается к той действительности, которая существует. НКВДшной действительности. Когда я был маленький, мне говорили, об этом говорить нельзя, потому что придут и заберут. Кто заберет? Кто надо, тот и заберет. За что заберут? За что надо, за то и заберут. Куда заберут? Куда надо, туда и заберут. Молчи, значит. Не говори глупостей. И вся страна так жила, и это считалось нормой. А когда все это рухнуло, мы увидели, как общественное мнение мгновенно перестроилось, и стали там все валить на коммуняк и так далее. Не на себя же любимых, опять же, которые жили с этими коммуняками. И я точно так же жил, и делал свою карьеру как мог. И все люди моего поколения тоже. За исключением немногочисленных диссидентов, конечно. Так вот, когда Путин рухнет, немедленно это общественное мнение перестроится. За три дня. И оно будет, конечно, говорить, боже мой, как он начал войну, и вообще какое-то преступление и прочее. А сейчас есть вот такая действительность. Общественное мнение к ней пристраивается. Оно в нее встраивается. Оно не думает, что действительность может быть другой. Ее задача адаптироваться. Его задача родить детей, накормить их, подоить корову, решить какие-то свои маленькие семейные трудности, заработать денежек. И вот люди идут воевать ради всего этого. И, конечно, мало кто из них будет ложиться грудью на пулемет. Да и вообще нормальные люди этого никогда не делали, в том числе и во время Великой Отечественной войны. Мне об этом батюшка, который пять орденов принес с войны, будучи рядовым, рассказывал, что все это байки. Но люди живут, не различая действительности и виртуальности. У них какой-то вот такой сплав. Пока у Путина все хорошо получается, значит, он молодец. Мы к нему приспосабливаемся. Вот если у него что-то не получается, если он тратит этот облик фартового пацана, вот здесь, может быть, его подменили, а может, его заморозили, а может быть, он уже умер год назад, а это не настоящий. Но какие-то чудовищные объяснения появляются, но они появляются потому, что в общественном мнении Путин не справляется с той функцией цародного, которую он на себя взял. Пока справляется. Поэтому я не думаю, что что-то резко и быстро изменится. Ну да, вы правы, картинка, конечно, неоднозначная. И русские люди не дуреют других. Просто они живут в такой системе ценностей, когда от них чрезвычайно мало зависит. А от власти зависит все. И поэтому они эту власть принимают. А что, они должны с ней кольями, что ли, биться? Все, кто могли биться, уже давно уничтожены, с 1917 года начиная. Остались те, кто умеют приспосабливаться. Ну и продвинутое, образованное меньшинство, которое понимает, что эта ситуация, в общем-то, тупиковая и безвыходная. Кстати говоря, поэтому я не большой фанат замечательной или как там, прекрасной России и будущего. Путин украл в нашей стране будущее. Он уничтожил институции, на которые можно было бы опираться при выходе из этого кризиса. Он уничтожил Конституцию, кто лишил ее смысла. Лишил смысла выборы, лишил смысла парламент, лишил смысла политические партии. И поэтому постпутинская Россия будет барахтаться в собственных соплях кровавых. Потому что ей не на что опереться. Нет вот этих государственных институций. Об этом же никто из моих уважаемых соотечественников не думает. Или почти никто. Они решают свои проблемы. Вот сейчас приехали и сказали, эвакуируйся. Кто-то эвакуировался, а кто-то остался, между прочим. И, может быть, это, как раз, те люди, которые не хотели бы оставаться в путинской России. Может быть, они не зря там остались. В количестве вот тех двух тысяч человек, о которых, я думаю, на самом деле их больше, которые молчат, но думают. Вот, может быть, сейчас наступает время поступков. Ты или туда, или сюда. Кто-то там марширует, собирает, демонстрирует, рвет на себя тельняшку. А кто-то забивается под лавку и ждёт, когда придут те, чтобы избавиться от этих, от вот этого режима. Там проблема-то в том, что Владимир Путин, если будет отбивать утраченные посёлки, то будет их стирать просто с лица земли. Вот в чём опасность. Поэтому там не знаешь, куда деться. Владимир Иванович, мне ужасно нравится вот этот разговор. Ну, как нравится? Мне не весело это слушать, но нравится об этом говорить, про возможную переходную Россию будущего, переходную Россию, какую-то постпутинскую, или через путинскую, не знаю, как это объяснить. И у меня для этого есть цикл интервью больших «Идём по звёздам». Надеюсь, вы не откажетесь принять участие, где мы подробнее, чем в утреннем эфире, сможем с вами об этом, обо всём поговорить. С удовольствием, конечно. Ура! Ура! Так что какой-нибудь из ближайших выпусков с Дмитрием Орешкиным будем обсуждать. Вижу, что вам нравится, просто, в смысле, зрителям, просто по количеству глядящих. Поставьте, пожалуйста, лайки. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Встретимся уже в другом формате, да и в этом тоже, я уверен. Спасибо. Вы, главное, держитесь. Я понимаю, что денег нет. Ну, выдержите.